Приветствую вас, Татьяна. Вы пишите о том, что муж с вами не живет больше месяцев, и что младшему ребенку у вас 6 месяцев соответственно. Вы пишите, что проблемы с мужем начались какое-то время назад. Как я понял, начались проблемы тогда, когда человек не приехал на 40 дней вашего папа. Боль от потери, которого вы чувствуете до тех пор. То есть до тех пор вы испытываете боль от того, что вот ушел ваш отец. Ну это, в принципе, вполне нормально, вполне естественно. Ну вот, важно здесь немножко другое. Важно здесь то, что мужчина, ну вот, вы говорите, что мужчина, вы потом легли на сохранение и мужчина приходил из больницы и вас оскорблял. Вот это, наверное, важнее всего. Потому что не совсем понятно, из-за чего вам человек вас оскорблял. В принципе, из-за чего человек к вам начало относиться вот так. достаточно негативно, достаточно агрессивно, оскорбительно и прочее. То есть, ну, это не случайно, я думаю. И, ну вряд ли человек оскорблял вас просто так. Скорее всего, были какие-то проблемы. Скорее всего, были какие-то конфликты. И, наверное, для лучшего понимания того, что происходит, нужно с этим разобраться. Потому что ничего определенного вы не пишете там. Вот. Понимаете, да? О чем идет речь? Дальше. Значит. Так. Прошло время, я простил. Ну, здесь тоже важно. Что значит? Я простил. Прошло время, если, если, был конфликт, если были проблемы между вами. Ну, определенные сложности, если были между вами, то в смысле вы прочтите. Тут не обращать нужно, тут скажи скорее разбираться, что конкретно. Происходило между вами. И, возможно, происходит. А то, увы, просили добротели. Но, извините, а что дальше? Вот, а больше, собственно говоря, то, что вы родили и скандал. Ну, а из-за чего скандал? Из-за чего вы скандалили? Ну, из-за чего-то ссора у вас произошла? Правильно. А из-за чего вы не печете? Хотя это очень важный момент. Вот. Ну, то есть, понимаете, вот не хватает информации сейчас. Дальше. Значит, скандал 3 месяца ада. Спросило, и снова всё заново. Зачем это говорит? О чём это говорит? Он говорит о том, что проблема не решается. Это говорит о том, что снова и снова вы наступаете, по сути, на те же градусы. Вот. Что снова и снова вы делаете ту же самую ошибку. Вот. Ну, так. То есть, проблема не решается тем, что вы просто закрываете на неё глаза. И проблема не может решиться. Так. Проблема может решиться только через решение проблемы. Через выработку отношения к этой, к этой проблеме. Понимаете? Да. 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 Всё наставил меня на руках. Очень больно и обидно. Ну, с болью и обидой, Татьяна, нужно работать, потому что боль и обиды возникают не просто так. Да? Вот. Например. Например. Например, боль. Возникает это того, что вам задевает. А-а-а. Обида? В свою очередь. В свою очередь. Возникает. Из-за не... Из-за некоторых, скажем так... Ожиданий может быть. Ну. Некоторые ожидания. Есть. Ну, у вас. У вас. Есть. Есть никогда не ожидания. Вот. Вот. И... Соответственно, из-за этого возникает структуру, что? Конечно. Поэтому начать нужно сперва в проработке ваших собственных переживаний с работой с обидами, с самодостаточностью, вот, и дальше уже будет, я полагаю, видно и понятно, куда надо двигаться, вот, а пока даже в сути, пока даже в сути проблемы не там не видно. Вот. Вот как-то так. На этом всё, я надеюсь, что помог вам, если понравился мой ответ, буду благодарен за его оценку в качестве лучшего, я вам желаю всего самого доброго, удачи, надеюсь, что ситуация разрешится самым лучшим для вас образу, что вы можете найти из неё выход. Продолжение следует...